друзья приветствую всех на канале просто дима ну что я приехал на наш брестский джип фест это уже стало традиционное такое у нас ежегодное мероприятие любители онлайн он смотри какая техника едет к волга волга пикап с каким клиренсом ежегодное такое традиционное мероприятие куда собираются друзья любители внедорожных покатушек в любители такой внедорожной техники я вот снарядил свой кабриолет приехал и сейчас пойду делать обзор пойду делать обзор то есть сразу хочу принести извинения очень жарко сегодня возможно будет мое красное лицо потное видно ну постараюсь мы поменьше мелькать лицом больше показывать скажем так то что происходит здесь но еще раз повторяю очень жарко скажем много пыли ну это не очень скажем так хорошо для съемок но тем не менее уже что с ними то с ними так что друзья погнали вперед время без забот тихо опустилась за горизонт а за ними новый снежный ком белами накрывает с головой слышь время без забот будем вспоминать тебя через год из автомобилей родицу напомнит нам о том что не сбылось ты знаешь горы по колено горы по колено горы по колено если держишь шаг никаких потерь просто наступает время время разложить эту жизнь по местам волны по колено волны по колено могут и свалить ой держи удар никаких потерь просто наступает время время разложить нашу жизнь по местам друзья уже вы видите это вот по приезжали собрались скажем так непосредственно участники гости этого мероприятия тут развернут как обычно палаточный городок можно приехать с палатками там с мангальчиком шашлык мошлик в общем все что надо скажем так для того чтобы хорошо провести время получить кучу впечатлений он ведь и люди палаточки но вот само мероприятие непосредственно про он там уже заезды как вы видите идет вот такая вот кольцевая гонка но тут надо ребята крутить головой вправо влево смотреть потому что бывают что люди носятся и как бы надо что называется держать ухо востро чтобы просто тебя не придавили вот я смотрю даже новые машины тут представлены атлас куры новая крета вот такие вот любители покатушек вот это непосредственно сцена где проводятся все мероприятия концерт дискотека тут идет награждение потом победителей потому что тут все таки ну как бы тут все таки проходят соревнования любители внедорожной техники соревнуются в своих умениях ну и тут конечно фуд корт что называется можно покушать перекусить можно попить пивка чем все все как надо все как положено ну вот я так понимаю сейчас видимо готовятся к какому-то очередному заезду люди ну как же без старых без старых ребята надежных audi внедорожных полноприводных ну вот тут уже кто-то по ходу кто-то по ходу выехал уже с какого-то болота вытянули точнее красота ну он там какой едет много конечно переделок много машин специально подготовленных для этого мероприятия вот посмотрите допустим niva на каких колесах внедорожных на грязевой резине боевого по боевому раскрашено конечно много много уазиков там с различными друзья с различными модификациями там с бензиновыми с дизельными моторами то есть ну грубо говоря там на любой вкус и цвет вот тоже уже люди выстроились видимо для участия каких-то соревнованиях какой-то дисциплине вот есть даже вот такие машины достаточно новые достаточно свежие видите люди люди не боятся и на таких машинах участвуют вот пожалуйста дочь патруль ну это конечно классика классика внедорожных покатушек уазики шишиги я так понимаю сейчас сейчас будут это сейчас будет какой-то заезд наверное не знаю найти найти на до это место вот вот старт кстати смотрите пассат пассат вас пассат синхро походу да 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 попер попер пассат пассат в кузове b2 полно полноприводный достаточно редко они уже в таком кузове встречаются на полном приводе может там на всю беларусь осталось каких десять штук на ходу я имею ввиду но я так понимаю здесь у них происходит и старт и финиш делают машины вот такое вот кольцо по вот этой вот трассе здесь стартуют и здесь же возвращаются ну понятно что устроители устроители каждый каждый год что-то меняется это модифицирует эту трассу меняют ну то есть чтобы грубо говоря людям это не приедалось и чтобы можно было получить какие-то новые впечатления ну вы же согласитесь каждый год ездить по одному и тому же кругу ну как-то неинтересно вот там конечно классное место с таким водоемчиком ну вот это вот что-то наверное японское такое смотрю что пассат конечно пассат не смог с ним справиться возможно даже и застрял где-то а это по ходу сузуки красавчики молодцы а пассат не пассат ребята ну отстал конечно но в принципе принципе добрался до финиша еще раз повторяю пассат кузове b2 вот так вот вот так но не знаю возьмет ли он это препятствие возможно придется вытягивать уже видите под прикипел уже немножко да по ходу сел ну такое здесь тоже достаточно часто происходит то есть приходится машины приходится машины вытаскивать вот вот кстати вот этим вот сузуки я так понимаю да надо постоять немножко а пассат ну машина старенькая то есть вполне возможно либо обрезала полуось либо мотор залила ну хотя как бы вот видите там воздуховод выведен вверх то есть гидроудар не должен быть сейчас он будет и вытягивать я так понимаю просто а что это хорошо спаси ко мне так и не понял я тоже не понял пока сюда дошел ну видимо видимо или клина поймал или Сейчас оторвут его, чувствую. Походу заклинил мотор. Колеса не двигаются. Ну, это старая техника, никуда не денешься. Главное, чтобы его на две части не разорвало. Ну, сразу по месту можно купить, донором нет. Да, с полным приводом. Это, представляешь, будет синхро двудверный фасад. Я с изначально хотел, пока не узнал, сколько я тут делал. А, нет, ну, вроде крутятся колеса, вроде просто полуось срезало. Ну, конечно, и любители баги тут присутствуют. То есть, не обязательно тут иметь джип. Надо, чтобы просто у вас была полноприводная техника. Ну, ЗИЛ, конечно, как же без ЗИЛа. Дима, привет. Привет. Ребята, смотрите, кого я здесь встретил. Кого я здесь встретил. Узнаете? Это авторынок Дима. Да. Учредитель этой автокомиссионки. Он тоже, кстати, любитель внедорожной техники. У него там целая... Я все там никак не заеду к нему. У него там целая коллекция. Там есть и УАЗики, и старые, и ГАЗики, и Нивы, и... И 66-е. И 66-е. А где, кстати, твоя баня? Баня там стоит. Там где-то там. Там где-то там дальше пройдешься. У Димы есть на базе 66-го Шишиги баня на колесах. Представляете? Вот мы потом чуть позже пройдемся. И он нам, если он, конечно, разрешит, покажет, мы посмотрим. Вот. Ну, как бы в бане я вас не приглашаю. Прямо именно в бане. В дальнейшем, скорее всего, что будет сдаваться. А, даже так. Да. Ну, тогда тем более. Вот это, 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 смотрим, смотрим. Так, а ты на чем, Дима, приехал? Ты на Ниве, да? Да. На Ниве и на Шишиге. Ну, я Шишигу так просто привел. Ну, я понял, ты просто ее поставил. Да, в лагере. А, на Ниве. Там она стоит. Там где-то, да? Да, вот там вот. Забыл. Рыжая. Она одна. А, рыжая, да, точно. Присылал. Так, что это вот такие вот. Ну, ребята, ну, я вам так скажу, обязательно здесь кого-то встретишь из знакомых. То есть, не без этого, потому что, ну, тут, собственно говоря, любители, не обязательно внедорожников, а вообще любители техники четырехколесной. Поэтому... Да, хочешь погонять, приезжай, говоришь, погоняй. Да, да. Ну, и независимо от соревнований. Да, тут можно, кстати, приехать и на обычной, и на моноприводной машине проверить. Ну, конечно, шансов у вас мало по такой трассе, но попробовать, как говорится, можно всегда. Да, да. Там-то все сделаю. Даже на Зеле даже будет участвовать. И на Зеле даже будет участвовать? Мне предлагали тоже на 66-ом поучаствовать, но как-то желания нету, как бы так. Как бы на Ниве... О-о-о-о, ребята, смотрите. Малорита, малорита, малорита. Ну да, да, да. Это малорита. Вот это, я понимаю, тачка, блин, на все века. Сотка. Вчера летала нормально, показывала себя, как бы, не плохо. Так что, как-то, вот такие вот дела. В прошлом году, не помню эти или нет, ребята, на этом, на Уроуде, там, на Ц5-ом кузове, короче, тоже давали, аж там все хрустело. Вот, конечно, на прошлом, только я был не на Ниве, я был на УАЗе. О-о-о, я понял. Так что, как-то так. Вот, ребята, кстати, вот, вот на чем Дима будет участвовать в сегодняшних покатушках. Решил, он говорит, давай сначала с Нив-Ниву. Говорю, ну, давай. Смотрите, вот эта Нива, значит, какого, какого года, Дима? 78-й год. 78-й год, ребята. Экспортный вариант. Я думаю, что большинство вас еще, скажем так, даже в проектах не было, когда уже эта машина, машина бороздила, скажем так, внедорожные просторы. Не, ну, смотрите, в каком состоянии, ребята. Для 78-го года и для машины, которая не просто катается по асфальту, а участвует как бы во внедорожных покатушках, выглядит она очень неплохо. Я понимаю, что она, конечно, там крашеная, она подготовленная, но все равно как бы... Один раз все лишь крашеная. Один раз все лишь крашеная, так что... Короче, не бита, не крашена, без пробега по РБ. Ну, как она, бита она не была. Мечта белоруса! Мечта белоруса! 77-й год, это не то железо было, что раньше. Да-да-да. Ну, а что тут, Дима, какие-то доработки, ну, понятно, кроме внешности, кроме обвеса, какие-то доработки еще были там? Может, там что-то какие-то... Лифтованная подвеска, мотор расточенный под 1,9, все. Ну, то есть, добавлено мощности? Вот в этой ниве стоит 2.0 бензин Opel, это моего коллеги. Здрасте! 2.0 бензин, это векторовский, да, получается? Омеговский. Да, с коробкой, как будто так. И как срослось там, более-менее? Все нормально, да? Все нормально срослось, все нормально сделано. Не, ну, понятно, что, конечно, ребята, честно сказать, оригинального нивовского мотора, ну, не хватает, скажем так, где-то вот для таких каких-то резких. Если медленно, там, каким-то медленным сапом... Не, почему? Хватает. Хватает, да? Главное, как ее накрутить, главное. Вот, ребята, смотрите, Opel'евский мотор в Ниве. Вот, как человек сказал, там, каких-то серьезных глобальных переделок тут не было. Ну, понятно, там... Переделано только крепление... Крепление под двигатель. А так стоит и коробка Opel'евская. А коробка тоже Opel'евская, да? Опel'евская, все Opel'евская стоит, связано через кардан с раздатками. Все попросту. Короче, двухлитровый с Омеги-А, бензиновый, восьмиклапанный, очень, кстати, очень такой надежный мотор считается. И коробка, видите, ну, вот интересно посмотреть в салоне, как там оно. О, ну, тут вообще все, скажем так, по фен-шую нормально, нормально, абсолютно. Не влазило, пришлось срезать, приподнять, не может, приподнять. Я понял. А сама вообще машина, ну, 81-го года. 81-го года тоже, скажем так, тоже уже старичок. Но, тем не менее, друзья, вот видите, это просто, ну, вот, фанаты вот этих вот вещей, они просто вот, я не знаю, даже боюсь спрашивать, сколько они там вкидывают эти проекты денег. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, но все равно это вот... Машина, машина отечественного производства всегда требует доработки. Каждый раз что-то может сломаться, и все время надо его дорабатывать. Да, да, да. Вот это весь смысл. Не важно что, вот, может, она непредсказуемая. Так вот, ребят, в этом вы суть, ну, вот, как говорят... Это как, это конструктор Легов. Да, да, да. Конструировать, конструировать, конструировать. Не всегда интересно, когда вот, говорят, вот, Toyota хорошая машина. Я согласен, Toyota хорошая машина. Но она не... Все машины хорошие, которые есть. Она не интересная, эта машина, потому что она не ломается. А тут, блин, постоянно что-то выскакивает, ты, блин, постоянно пределя, постоянно тратишь деньги. И, скажем так, всегда надо усовершенствовать эту машину, потому что всегда есть какие-то доработки. Как говорят, предела совершенству нету, постоянно надо что-то совершенствовать. Совершенно. Вот на таких вот, ребята, вот на таких людях и держится вот это все сообщество, потому что они, как бы, не дают вот этому затухнуть, и благодаря им проводятся вот эти мероприятия. Ну, понятно, что и для них в первую очередь, но и благодаря им проводятся эти мероприятия, потому что люди приходят посмотреть на вот эти машины. Отдыхать тоже надо. Приезжают посмотреть, как они себя ведут там на трассе. Это же не только что в плане соревнований, именно когда определенные. Да, конечно, помимо этого мы каждые бываем выходные, выезжаем. Это стиль жизни такой уже прямо. По катушке, как говорится, поездить по болтам. А, ну понятно, да. То есть это уже такой форум общий, скажем так, где езжешь там много всяких клубов по интересам, которые более мелкие, но они там встречаются гораздо чаще, тоже устраивают по катушке. А это такой общий сбор. Тут и с Брестской области, и с Республики съезжаются сюда. Поэтому, ну, скажем так, более такой большой, более широкий форум. Сейчас, друзья, заодно пойдем посмотрим Димину баню на базе Шишиги. Посмотрим, что он там сделал. Мне, честно говоря, самому интересно. Спонтанный обзор, скажем так, на ГАЗ-66. Шишига какого года, Дима? 88 вроде. 88 года. Вы знаете, друзья, что эта машина, конечно, просто славится своей тоже сумасшедшей проходимостью. Это, скажем так, конечно, машина больше для армии делалась, для армейских каких-то вещей. Как бы я на ней покатался по бездорожью, ну, особо тут по лесу не разгонишься. Не, ну, конечно, она большая, она тяжелая. Вот, ну, вот сразу вижу, кстати, вот дровник для дров. Вот дровник, да. Да. Вот топочная. А, топится отсюда, да? Отсюда, да, вот. Ну, то есть, это все сам ты уже делал, да, грубо говоря, дорабатывал? Конечно. Честно, чисто только был кузов. Кунг, кунг. Кунг, как бы... Ну, то есть, она, как бы, сразу шла, как обычная, с кунгом. Тут, я смотрю, типа, какой-то душик можно принять. Да, ну, тут просто мы выкинули сейчас... А, ну, вы тут спали, я так понимаю, да? Да, как бы там, а там дальше... Короче, там парилочка, да? Да, 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 да. Тут вот такая вот комната отдыха, все обшито вагоночкой. Ну, столик стоит, дровник. Да, смотрю, там, ну, и музычка, может быть, и то-се. Зимой сама-то выезжать, как бы так. Короче, ребята, вот так, вот, получается, применение, применение для шишиги человек сделал. Как бы, получает удовольствие, заодно можно и поспать, и помыться, короче. Ну, в общем, это универсальная во всех отношениях машина. Да, тут тоже душевая, как бы, раз вышел туда-сюда, как бы, так, снулся, обнулся. То есть, на улице можно, да, чисто? Конечно, конечно. Ну, и там париллки, как бы, так... Хорошо, а как там давление, за счет чего? Там какой-то насос у тебя, да, или что там? У меня стоит бак просто наверху. А, бак наверху, она самотеком, короче, да? Да, там стоит бак, она топочная, вот наверху, это... Ну, тут, ребята, все по-боевому, все как в шишиге. Конечно, тут понятно, что какие тут могут быть вопросы. Тут все в оригинале. Удобств. Удобств и комфорта тут никакого нет. Ну, собственно говоря, как в большинстве военных советских машин, ну, они, скажем так, и не предназначены для комфорта и для удобства. они должны выполнять свои поставленные задачи. А, вот бак, кстати, вижу, да. Да, вот бак, ну, водой заливается. О, ребята, смотрите, какая тут техника. Ан-2. Я с него прыгал с парашютом. Да? Да. Блин, нет, вот... Очкова, правда, было, но... Вот шо-что в своей жизни, а с парашютом я не прыгал. Я прыгал. Честно говоря, блин, и не знаю, прыгнули уже. Пять минут пролетело как две секунды. Ну, короче, это твоя команда приехала сюда, можно сказать. Ну, да, да. Ну, понятно, там друзья, товарищи, короче. Ну, нормально, нормально. Молодцы. Ну, ребята, вот такой вот был спонтанный обзор. Еще раз повторяю, это вот Дима с комиссионки авторынок. Вот такая вот у него шишига. Ну, она в соревнованиях не участвует. Она такая, как, скажем так, просто проветрить он ее выгнал. Да, прогулять. Прогулять, да. Ну, а он, сам, видели, приехал на оранжевой Ниве, ну, в которой, я так понимаю, он будет участвовать в каких-то там заездах. Ну, на всех, которые будут. В общем, мы постараемся заснять, Дима, как ты там эти дисциплины осваиваешь. Ну, каждый понимает отдых по-своему. Вот тоже, смотрите, соточка, тоже полноприводная. Вот у нас сейчас Малорита. Малорита. Ну, да, любят ребята из Малориты. Ауди старые, полноприводные. Ну, кто знает, то знает, чего они эти Ауди любят. Там у них граница с Украиной рядом, все дела. Ну, вот, еще раз, Димина и вот его коллеги с мотором от Опеля. Ладно, друзья, пойдем. Потерял я телефон, пойду искать, короче. Ну, а потом вернемся, вернемся к обзору. Заезд, смотрите. Да, делим два. Делик и Уазик. Все-таки сделал Диму бойко. Блин, бывает, но зато пришел первый. Да, вот это финиш. Тросом надо зацепить и выдернуть, и все. А, нет, все, скажем так, квартиру продавать не надо будет. Он просто, ну, он вообще не тормозил. Просто ходом залупил нас. Он просто не ожидал, что вы тут немножко задержитесь. Нет, в смысле, не сказали тормозить. А, ну, так, тогда вопросов нет. Друзья, железо починится, главное, что все живы. Перед вами получил удар в заднюю часть кормы, назовем это так. Но вот я не знал, как зафиксировать ли победу, Дима, в связи с тем, что он не оттормозился в нужном месте. Да, оказывается, здесь надо было притормаживать, а вот этот вот, ну, я не знаю, это, наверное, рейндж-ровер все-таки переделанный. И он не затормозил, и вот получилось вот такое легкое ДТП, которое попало в кадр, друзья. Ну, вот такое вот, видите, легкое недоразумение. Я думаю, ничего страшного. С помощью лома и какой-то матери все починят. Вот следующее, друзья, следующая пара участников. Ну, сложно даже иной раз понять, что это за автомобили. Это, я так понимаю, Ниссан Патроль, а там УАЗ Патриот, я так понимаю. Ну, тут, судя по звуку, явно турбодвигатель какой-то, турбодизель. УАЗ Патриот, но тоже я вижу, что эта машина явно доработана, усовершенствована. Посмотрите, какая она высокая. Понятно, что там обрезанная у нее немножко рама, я так думаю. Хотя, может, и нет. Ну, и настоящий японский внедорожник. С напом черного дыма все как положено. Ну, понятно, УАЗ. Что такое? Ну, и Патроль. Патроль, конечно, проиграл, но немного. А, тут надо оттормаживаться все-таки, я так понимаю. Да, что-то тут какое-то заговоренное место, все глохнут тут. О, с клубами черного дыма. Вот такие вот, друзья, покатушки. Готовы. Ох, 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 поперли. А вот, ребята, смотрите, старый Блейзер. Это уже настоящая американская классика. Додж, пикап. Ну, походу, дизельный мотор. Блейзер К5. Ну, и вот сейчас скоро будет заезд двух НИВ. НИВА с опелевским мотором и НИВА с расточенным до 1,9 мотором. Посмотрим. Это тоже противостояние. Так, ну вот, друзья, участники следующего заезда, следующая пара. Я так понимаю, представители Минской области на джипе Гранд Чироки, я так понимаю. Ну, и старенький Митсубиси Паджеро. Посмотрим, что японское качество или, скажем так, американская мощь. Что выиграет? Делаем ставки. И почему-то мне кажется, все-таки, что Паджеро полегче. Возможно, у него больше шансов оказаться впереди этого заезда. Но, как говорится, тут сложно что-то предсказывать, предугадывать, потому что трасса сложная. Песок, вода, скажем так, есть где зацепиться. Посмотрим, посмотрим, друзья. Старт. Очень-очень лихо, лихо пошел, лихо пошел Гранд Чироки. Паджеро за ним не отстает. Сложно, конечно, понять в этом столбу пыли, кто впереди. Но больше мне, конечно, показалось, что Гранд Чироки. Да, все-таки американская мощь зарешала. Красавец! Это респект! Что-то уже скрипит, трещит. Ах, чуть-чуть. Да, тут такое место сложное. Вот это да! Вот это да! Да, и всю трассу... А пуховичи, чтобы затормозили, никак подняться не могут. Всю трассу Гранд Чироки лидировал, но в конце вот этот вот подъемчик, конечно, не дал ему вырвать победу в этом заезде. Да, видите, уже там, походу, с раздаткой что-то. Такие характерные звуки. Жалко, да? Нет, эти финишировали первые. Это здесь у нас стоп-канава. А, то есть, грубо говоря, тут кто первый сюда доехал, кто-то и выиграл. Все, я понял. Это вот, кстати, друзья, это Павел Александрович. Алексей. Алексеевич виноват. Павел Алексеевич, один из устроителей вот этого вот замечательного заведения. Мой хороший товарищ, знаю его там сто лет практически. Всю жизнь он связан с автомобилями, с внедорожниками. Наверное, скупил все рейндж-роверы старые в республике, короче. Вот. Ну, в общем, он вот фанат этого дела и, скажем так, продвигает у нас в Беларуси вот эту тему внедорожную. Я думаю, что многие его знают. Просто как-то не получалось там с ним никак постричаться. Потому что он постоянно тут, видите, в делах весь, в заботах. Ну, много надо что проконтролировать. В общем, Паш, спасибо тебе, что ты такие мероприятия устраиваешь. Жму тебе. Спасибо вам, что вы приходите, посещаете. Ну, конечно, мы приходим. По-любому надо это все дело освещать. Надо привлекать массовость. Кто-то посмотрит, кто-то заинтересуется. Кто-то просто придет посмотреть. Кто-то приедет на каком-то проекте. Ну, это же интересно, я считаю. Конечно, ну, немножко вот эта политическая ситуация, конечно, играет свою роль. Раньше приезжали сюда много из Польши, из Украины, из России. Ну, то есть, тут действительно был международный такой слет любителей вот этих вот... География была обширная. Да, география была обширная. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Довольствуемся тем, что есть... О, и смотрите, как раз какой подлет. Сейчас будет поедать. Сейчас парашютисты будут прыгать. Да? Прикольно. Это наш этот аэроклуб, да, этот Брестский или как? Да, можно покататься на самолете. Ох, как завернул. Крутой вираж, да. Так, следующий заезд. Ох, какой был прыжок. Возможно, пересечение траектории с самолетом. Я хочу сейчас подойти, друзья. Там есть одно место с водной преградой небольшой. Значит, мы посмотрим... Руковичи, прекращайтесь здесь сиренить. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, все свободны. Не, молодцы, ребята. Хорошо провели заезд. Просто респект. Оказывается, кто приехал первый в эту яму, тот победил. Ну и вот, вот, смотрите, смотрите, патроль, патроль двухдверный. Ну, просто красавец. Всю трасту прошел, можно сказать, на одном дыхании. Посмотрите, его ближайший соперник где-то там, где-то там, где-то там. Да, что-то у ребят не получилось. Походу, походу, газончик сошел с трассы. Ну и вот сейчас будет заезд, друзья, двух Нив. Это вот Дима с авторынка и его приятель. У него тоже Нива, но с Апилевским. А нет, вру, не сошел. Вот, вот, финиш. Давай, давай. Ну, ребята, это старая советская техника. Она не приспособлена, не приспособлена для быстрых гонок прямо. Она король на медленных каких-то, может быть, на длинных дистанциях, но медленных. Ну и вот, друзья, сейчас будет старт, старт двух Нив. Это Нивы, которые я вам показывал Димы с авторынка и его приятеля с правой стороны. И это приятель, у него там стоит Апилевский мотор-коробка двухлитровый от Омеги-А. И оранжевая слева Нива с расточенным двигателем до 1,9, с модернизированной подвеской, с грязевой резиной. Ну и посмотрим, посмотрим, что вытянет Opel или все-таки оригинальный ВАЗовский двигатель. Обе машины конца 70-х, начала 80-х годов выпуска. В общем, почтенные дедушки. Посмотрим, посмотрим. Ниву, вы сами знаете, любят во всем мире. Она пользуется, скажем так, ну, хорошей популярностью и в Европе, и в Америке. В первую очередь за счет своих, конечно, внедорожных качеств. Ну вот, готовятся спортсмены к старту и погнали. Ну пока Opel, пока Opel дает, а Дима... Да, что-то пошло не так, что-то пошло не так. Бывает такое, друзья. У Нивы номер 19 обрезало передний привод. По ходу, да, по ходу от резкого старта обрезало передний привод. И, конечно, на заднем приводе соревноваться здесь бесполезно. Это просто бессмысленно. Жалко, конечно, жалко. Люди год готовятся к этому мероприятию и вот так вот, скажем так, его закончить. Но ничего не поделаешь, это соревнование. А мы, друзья, пойдем посмотрим на преодоление водной преграды. Да, все-таки, ребята, связка, Opelевский мотор, коробка и Нива, как вы видите, более выигрышная. Вот, 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 вот эта водная преграда. Оп, 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 оп. Да, однозначно, понятно, однозначно победа за Нивой, Opelевской трансмиссией и движком. Димина Нива сошла с дистанции. Ну, такое бывает, друзья, это соревнование, это спорт. Дима, извини, братан, это я тебя сглазил. Я так посмотрел, думаю, бляха-муха. Ну, ты говоришь, знаешь, как я тебе скажу. Не, я понимаю все, конечно, блин, обидно, когда вот, блин, вот прямо год там готовишь машину, и она вот в таком вот этом, что обрезала переднее это? Нет, шурус обрезала, как бы. А, шурус обрезала, да. Просто когда мы видим, когда я там прыгну, наверное, мы что-то взглянули, да? Да, 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 вначале. Я, я, как бы, этот момент заснял, вот. Но, это, для этого и нужен, как, скажем так, для этого и нужно соревнования. Жалко, конечно, но, что сделаешь? Главное, что все живы. Техника, это все фигня, отремонтируется. Ну, да. О, дождь, дождь пикап, что-то на старте уже зарылся. Но рычит хорошо, рычит хорошо, конечно. Там две трубы вверх выведены, блин, просто. Загарел. Рычит хорошо, но едет не очень. Пойду сейчас попробую заснять, друзья, как на этом самом, на преодолении водной преграды он будет. Вот и на таких джипах приезжают, друзья. Тут, извиняюсь, немножко шумно, трансформаторная будка работает, обеспечивает все это действие электроэнергией. Сейчас нот. Ну, что нам тут дождь покажет? Ребята, я пропустила, кто будет ехать? Да, ребята, длинная база. Длинная база я и предполагал, если честно. Ну, я, правда, думал, что он на первом валу застрянет, но он застрял на втором. Очень длинная база у этого доджа. Как бы, ну, ему надо было немножко по диагонали тут взять. Вот, ребята, пытаются его вытолкнуть, сейчас тут болельщики помогут. Раскачку, ребята! Красавчики! Красавчики! Да, теперь там надо толкать. Посмотрите, ребята, как болельщики, не жалея обуви, ног, по грязи. Ну, что, надо помогать. Надо помогать пилотам. Ну, давай чуть-чуть правее. Ай, ну, чуть-чуть, чуть-чуть не хватило скорости. Возможно, сейчас спецтехника понадобится все-таки для того, чтобы его вытолкать. Вот, 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 ребята, техничка, техничка сейчас вытащит. Вот вам живой пример дружбы народа. Сейчас советская техника будет вытаскивать американскую. Прикольный, прикольный пикап на базе. джипа Cherokee первого поколения. Так, ну что, вроде бы, вроде бы, ребята, зацепили. Сейчас, я думаю, что сдернут. Сдернут. Ну, и дальше, я думаю, дождь продолжит свое движение к финишу. О, давай! Давай! О, засел, вот, засел, ребята. Даже техничкой не могут вытянуть. Сейчас сам зароется. Да, лучше лебедкой его подтянуть, потому что сейчас могут оба сесть. Точнее, один сидит, и второй может сесть и будет двоих вытаскивать. Ну, вот это, конечно, препятствие, но оно достаточно сложное, еще раз повторяю, особенно для таких длиннобазных автомобилей, как Dodge. Ну, там уже один из участников экипажа начинает откапывать заднее колесо. Ну, возможно, это поможет. Будет немножко легче сдернуть его. Ну, лебедка, я думаю, сделает свое дело. Да, 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 да. Как говорится, лебедка и береза, блин, вытащат любую технику. А вот, ребята, смотрите, кстати, парашютисты в небе, которые спрыгнули или их вытолкнули с этого Ан-2, не знаю, или спрыгнули, или вытолкнули. Вот, сейчас будет посадка. Посадка вот здесь, в центральном круге. Так, ну что, дождь. Дальше продолжает свое движение. Да, я думаю, если бы проводили соревнования по автовыхлопу у Dodge, были бы, скажем так, шансы выиграть это соревнование. Но на трассе внедорожников, конечно, сложно ему конкурировать с такими машинами, как УАЗик, Нива, ГАЗик. Ну, вот, кстати, смотрите, тут тоже ремонт, скажем так, ремонт на ходу. Вот, видите, оторвало колесо. У этого УАЗа уже подняли на домкрат. О, это владелец, я так понимаю. Вот, ребята, владелец. Говорит, будем ремонтироваться. Ну, правильно, а что ему остается делать? Вот, кстати, в чем плюс, ребята, еще советской старой техники, в том, что ее можно отремонтировать без любого сервиса, практически на коленке. Понимаете? Ну, а мы сейчас пройдемся дальше вдоль трассы, посмотрим, скажем так, трассу с нескольких ракурсов, постараемся снять с разных точек. А вон, друзья, смотрите, какой вездеход, блин, на базе старого ЗИЛа, на укороченной раме. Вот это, блин, техника пройдет где угодно. Походу, с дизельным каким-то двигателем. Бороздить просторы внедорожья на такой технике лучше всего. Ну, и есть, конечно, и любители различного рода квадроциклов, баги, которые тоже здесь принимают участие. Ну, а кто-то, вот видите, кто-то уже сидит, жарит шашлычок и, скажем так, отдыхает, приятно проводит время. Вот, пожалуйста, смотрите, Гродненские номера, четверка. То есть, ребята с Гродно приехали. То есть, ну, география тоже, понятно, что в пределах Беларуси, но тоже широкая. Вот, пожалуйста, Opel на седьмом регионе, то есть, столица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, друзья, продолжаются заезды, продолжается программа фестиваля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Участники пробуют себя в различных дисциплинах на вот этой вот, можно сказать, полосе препятствий. Вот сейчас два УАЗика. Один уже вот форсировал водную преграду практически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судя по чёрному дыму, то есть, явно дизельный двигатель установлен. Вот такой вот, смотрите, аппарат прикольный. Волга. Волга пикап. Хе-хе-хе. А вот этот УАЗик что-то подотстал. Ну, на таких высоких, почти тракторных колёсах, по идее, должен он нормально ехать. Да, колёса тракторные. Но он существенно отстал от предыдущего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА